Здравствуйте, Игорь, Ваш вопрос. Деяние 21.11. И, войдя к нам, взял пояс Павлов и, связав себе руки и ноги, сказал, так говорит Дух Святой, мужичей этот пояс так свяжут в Иерусалиме иудеи и придадут в руки язычников. У меня вопрос, можно ли Павла назвать бунтарем за то, что он не был послушен Духу Святому? Если мы должны брать пример со Иисуса, то он удалялся с тех мест, где его должны были побить камнями. Я спросила у своих служителей, они мне говорят, что брат, он готов был умереть ради Господа. Но я думаю, что Господу не угодно была бы такая смерть. Я думаю, что Господь еще больше хотел бы делать через Павла, чем он сделал. И именно для этого был послан Дух Святой, чтобы нас предупреждать, наставлять. Естественно, многое другое. Хотелось бы знать ваше мнение. Игорь, во-первых, я не соглашусь, конечно же, что в данном случае Павел бунтует. Нет, однозначно нет, потому что нам надо посмотреть на контекст того, что вы прислали нам ссылочку. Но в контексте вообще видна картина. Давайте мы посмотрим. Когда же мы услышали то, то мы и тамошние просили, чтобы он не ходил в Иерусалим. Но Павел в ответ сказал, что вы делаете, что плачете и сокрушаете сердце мое. Я не только хочу быть узником, но готов умереть в Иерусалиме за имя Господа Иисуса. Когда же мы не могли уговорить Его, то успокоились, сказав, да будет воля Господня. Павел знал, что это воля Господня. И он сейчас не шел в противовес этой воле, а он просто укреплялся Богом, чтобы на эту волю отреагировать. Иисус уходил от тех, кто Его хотел побить камнями, как вы сказали, скорее не побить камнями, а сбросить со скалы. Он уходил, потому что не пришло Его время, так написано. А когда пришло время, то в Гефсимане Он не ушел. Иуда мог рассчитывать, что Он уйдет, и деньги у Него останутся, и Иисус будет спасен. Но Иисус не ушел, потому что пришел час Его. В данном случае Павел тоже знал, что пришел час Его, и поэтому ему не надо сейчас смущаться, а идти до конца. Потому что ему надо будет еще проповедовать в доме Кесаря. И именно тогда, когда Его связали, Его потом отправили в дом Кесаря, и Он там в Риме уже проповедовал. Если бы был план Божий просто этого избежать, то тогда бы Ему Дух Святой сказал, что надо делать. А в данном случае люди ему говорили, потому что им дорог был Павел. Они хотели с ним провести еще больше времени и общаться. А Павел знал, что он до конца исполнит волю Божью, которая о нем. И поэтому он готов сейчас идти в Иерусалим. Говорит, зачем ты? Вы меня смущаете. Потому что ему Бог уже об этом сказал. И тогда люди, согласившись с решением Павла, сказали, да будет воля Господня. Поэтому и эти люди призвали волю Господнюю. Поэтому здесь не было случайностей, здесь не было просто тем более бунтарства Павла. А тут была смиренная позиция по отношению к его судьбе до конца быть верным Богу. Благословляю вас понимать суть вещей. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok